МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Участники межведомственного совета обсудили вопросы укрепления здоровья учащихся гимназии номер 3 города Барановичи и дали конкретные рекомендации родителям и педагогам по сбережению здоровья школьников. Вода исцеления и покоя. Сегодня православные верующие отмечают один из главных 12 праздников года – Богоявление Господне или Крещение. В этот день церковь вспоминает евангельское событие, когда Иисус Христос в 30-летнем возрасте крестился в реке Иордан. Десятки жителей города приняли участие в традиционных крещенских купаниях. Среди них представители вооруженных сил и правоохранительных органов и обычные горожане. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Вести Барановичи». Участники Межведомственного координационного совета обсудили вопросы укрепления здоровья учащихся. Проект «Школа. Территория здоровья» прошел на базе гимназии номер 3 города Барановичи. В рамках инициативы комиссия с участием медиков оценила состояние здоровья детей и работу по профилактике заболеваемости в учреждениях образования. Итоги подвели в ходе заседания. Подробнее в первом сюжете выпуска. На протяжении года в Барановичах действует проект «Школа. Территория здоровья», в рамках которого члены Межведомственного координационного совета и Городского исполнительного комитета посещают учреждения общего среднего образования, знакомятся с состоянием здоровья школьников и дают соответствующие рекомендации педагогам и родителям детей. Проект заглянул и в третью гимназию. Это уже 14-е учебное заведение, присоединившееся к инициативе. Проект нужный, прежде всего потому, что это позволяет нам не в общем плане заглянуть на состояние здоровья наших детей, а буквально наши специалисты детской поликлиники, Национального центра гигиены и эпидемиологии. Они на протяжении всего дня работают в учреждении образования и исследуют состояние здоровья абсолютно каждого ученика. То есть перед нами стояла задача, которую мы ставили, когда этот проект задумали дойти до каждого ученика. И результатом работы наших специалистов являются конкретные рекомендации по здоровью и сбережению. В течение дня с учениками работали медики и сотрудники Зонального центра гигиены и эпидемиологии. По традиции, итоги подвели в ходе заседания Межведомственного координационного совета. Индивидуальной особенностью проведения проекта в третьей гимназии стало соревнование в бассейне между работниками Зонального центра, учителями и учащимися. Здоровье наших воспитанников – первоочередная забота и задача сохранить для них это здоровье. В этой работе мы совместно со всеми заинтересованными службами города проводим работу, а также делаем упор на сотрудничество с нашими родителями. Данное мероприятие, которое прошло сегодня в стенах нашей гимназии, подвело итоги нашей работы. Мы осмыслили, что сделано, и наметили дальнейшие пути нашего развития в этом вопросе. С осени прошлого года родители присоединились к участию в данном проекте. Они могут продегустировать обеденное меню и ознакомиться с рекомендациями составления грамотного рациона питания. С сентября месяца текущего учебного года мы также решили приглашать на заседание координационных советов наших учреждений образования наших родителей, перед которыми мы демонстрируем те продукты питания, те блюда, которыми каждодневно наш общий пить-школьник кормит наших детей. И они не просто имеют возможность посмотреть на это, но и продегустировать, чтобы уже самим убедиться, что качество пищи абсолютно соответствует всем стандартам и достаточно высокого качества. Всего лишь семь школ остались не охваченные проектом. По завершению марафона в учреждениях общего среднего образования с сентября инициатива придет в детские дошкольные учреждения. Волонтеры БРСМ помогут людям с ограниченными возможностями добраться до участков дни голосования на выборах в местные советы депутатов 28-го созыва. Сегодня при областных комитетах БРСМ начали работу горячей линии по оказанию помощи малым мобильным избирателям. С просьбой оказать помощь в сопровождении людей с ограниченными возможностями на избирательные участки в день выборов 18 февраля и дни досрочного голосования можно обратиться в региональное отделение волонтерского движения «Доброе сердце». Планируется, что горячие линии будут работать и при территориальных комитетах БРСМ. Кроме того, Союз молодежи планирует задействовать для дежурства на избирательных участках во время выборов более 4,5 тысяч волонтеров «Доброе сердце». Добровольцы БРСМ окажут необходимое содействие в передвижении инвалидам, людям пожилого возраста, мамам с маленькими детьми в колясках и другими гражданами, нуждающимся в помощи. 19 января православные верующие отмечают один из главных 12 праздников года – Богоявление Господне или Крещение. В этот день Церковь вспоминает евангельское событие, когда Иисус Христос в 30-летнем возрасте крестился в реке Иордан. Христианский обряд очищения в освященной воде прошли тысячи людей по всей стране, а в православных храмах состоялись торжественные богослужения. Репортаж из храма святых жен Мироносец. Крещение – один из главных христианских праздников, древний, но широко отмечаемый сегодня. Он начинается вечером 18 января в так называемый Крещенский Сочельник. В этот вечер полагается строгий пост для приготовления к наступающему великому празднику Богоявления. В основу этого праздника положено евангельское событие, когда перед тем, как отправиться проповедовать учение, Иисус Христос в возрасте 30 лет пришел к Иоанну Предтечи, чтобы креститься у него в водах Иордана. Христос был безгрешен, но принял крещение, чтобы собственным примером осветить обряд, который получил значение таинства и сделался не только знаком покаяния, но и действительно очищения от греха. «Кто будет веровать и креститься, спасен будет». Эти слова и сегодня имеют огромное значение для верующих, собирающихся в праздничный день в православных храмах. «Дорогие братья и сестры, от всего сердца поздравляю вас со светлым праздником крещения Господня. Помните о том, что вы православные христиане, и крещение как основание для пути по спасению, пути человеческой радости, человеческой добродетели, истинной и правильной жизни. Оно неотъемлемо присуще в жизни каждого христианина. От всего сердца помните о том, что Иоанн Креститель, призывая к окрещению, говорил о покаянии. И в этом слове, которое переведено на русский язык одним словом покаяние, был заключен очень большой и глубокий смысл. Он призывал посмотреть на всю свою жизнь человека, сделать выводы, сделать оценку того, каким образом он живет, понять и по-настоящему изменить свое отношение к своей жизни, к тем людям, которые его окружают. И именно после этих изменений принять крещение и стать христианином, желая по-настоящему просвещать посредством своей жизни добродетели и те законы нравственные, и законы морали, которые должны быть присущи настоящему христианину. Особенность этого праздника – великое освящение воды. Водосвятие совершается в сочельник и на само крещение. По церковному уставу этот обряд сопровождается чтением молитв и троекратным погружением креста в освящаемую воду. Тем самым она наделяется особой силой. От всего сердца прошу вас быть истинными христианами, не на словах, а на деле. Жить не ради себя, жить не ради своих удовольствий, а жить по-настоящему ради добра, ради мира на этой земле. И помнить о том, что среди вас есть люди, которые вас окружают, и быть приветливыми, заботливыми в отношении этих людей, и тем самым нести проповедь о воскрешенном Господе нашем, Иисусе Христе. Аминь. Еще раз от всего сердца вас поздравляю с праздником, Божьей вам помощи, ваших добрых делах. Люди верят, что крещенская вода обладает целебными свойствами, ее хранят в течение года, относясь благоговейно и к святыне, и главное, к самой вере. Праздником крещения заканчиваются рождественские святки. В крещение принято окунаться в купели. Погрузиться в ледяную воду может далеко не каждый. Люди верующие утверждают, купание в проруби на крещение – это благо, которое может принести даже чудесное исцеление. От болезней, желающих окунуться среди горожан было немало. На водохранилище «Мышанка», где десятки горожан приобщились к крещенским купаниям, побывала и наша съемочная группа. Сегодня в свой профессиональный праздник работники спасательной станции на водохранилище «Мышанка» на посту. Здесь была сделана прорубь, вырубленная в форме креста. Называется она в этот день Иорданию, в память о реке Иордан, в водах которой Иоанн Предтечи крестил Иисуса Христа. Отец Анатолий, священник Святопокровского собора, провел молебен и осветил воду в проруби и в заранее приготовленных емкостях. Хотел бы пожелать всем вам, конечно же, в этот праздничный, торжественный день самого доброго и духовного, и телесного здоровья, благополучия, Божьей милости всем вам, вашим семьям, родным и близким. И, конечно же, пожелать, чтобы вот та вода, которую сегодня осветили, была вам на пользу, на пользу души, на пользу тела. И, конечно, старайтесь относиться к этой воде должным образом, потому что наша вера и наша молитва – это очень великая сила, поэтому пусть эта вода будет для вас источником этой духовной силы, применять ее с верой, с молитвой, с надеждой на то, что Господь укрепляет, благословляет каждого из нас. После чина освящения все желающие могли окунуться в купель. Сегодня здесь семьями собрались представители правоохранительных органов, Министерства по чрезвычайным ситуациям, вооруженных сил, в частности воинских частей 7404 и 61-й истребительной авиабазы, а также все те, кто хотел под улов души и убеждением окунуться в Иордань. На берегу купальщиков ждали родные, друзья, а еще горячий чай. Искупавшимся было сложно передать свои чувства людям, стоящим на берегу. Я не первый раз верю в Бога и хотел бы в этот праздник причаститься, искупаться. Какие ощущения? Ощущения супер! Такое впечатление в космос слетало. Каждый год стараюсь делать традиции, праздники, очиститься. Хорошее ощущение, не холодно в принципе. Нормально, когда вылазишь с воды. Все классно, с праздником у вас. В прошлом году окунался. Ощущения хорошие, здорово. Не думать, что холодно. Вообще, это стресс для организма и это здоровье. И, конечно, если была эта возможность, это делать надо регулярно и постоянно. А так как мы живем в городе, это сложнее. А так как еще этот праздник такой, то пропустить этого нельзя. Искупнулась я впервые сегодня. Долго к этому шла, не могла решиться. Очень понравилось. Холодно только ступням. Телу вообще комфортно, очень классно. Выходишь, тело горит и хочется еще и еще искупнуться. Теперь буду каждый год плавать. Говорят, святая вода творит чудеса. Даже если ее температура всего плюс 3 градуса. Преградой для желающих окунуться это не стало. Окунались весело и задором. Из-за болеть ныряльщики не боялись. Напротив, были уверены в целебной силе крещенской воды. А как же иначе? Главное – вера. Более тысячи единиц техники работали на республиканских автомобильных дорогах в минувшие сутки. По оперативной информации, для обработки покрытия было израсходовано около 7 тысяч тонн песко-соляной смеси и порядка полторы тысячи тонн чистой соли. Обеспечено бесперебойное движение транспорта. Набрав 125 в любом регионе страны, участники дорожного движения могут сообщить важную информацию, либо высказать претензии по поводу дорожных условий на той или иной республиканской дороге. Если полученная информация относится к компетенции служб республиканского дорожного хозяйства, она не останется без внимания и соответствующего реагирования. Кроме того, при необходимости к решению проблемы будут привлечены другие экстренные и аварийные службы. Этой информацией мы завершаем сегодняшний выпуск. Всего вам доброго. До свидания.